Полтора миллиона тенге требуют родители пятилетней Лилии Сметаниной от ДВД и прокуратуры за моральный ущерб. По словам представителей СОВ, семья девочки считает, что правоохранительные органы недобросовестно провели расследование данного дела, так как за происшествие никто наказание до сих пор не понёс. Напомним, 1 мая прошлого года в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев сотрудник российского консульства Андрей Мамаев на электромобиле сбил пятилетнюю Лилию Сметанину. Девочка получила серьёзные травмы. Тогда Мамаев сообщил, что электромобиль был неисправен. Основа это вступившие в законные силы, безусловно, судебные акты, которые признали судом, признаны действия незаконными. То есть, вы сами понимаете, фундамент для этого, но даже, я так думаю, что и не юрист вам любой скажет, что почва для этого имеется. В свою очередь, представители правоохранительных и надзорного органа не согласны с предъявленными им обвинениями. По и словам, дело гражданина Российской Федерации рассматривают у него на родине и в генпрокуратуре нашей страны. А что касается владельцев якобы неисправного электромобиля, они до сих пор не установлены. Предприниматели в розыске и расследование не завершено. Доводы месяца не согласны. Считаем, что они заявлены необоснованно. Несмотря на то, что исковых заявлений два от мамы и бабушки пострадавшей девочки, рассматриваются они в рамках одного судебного процесса в зале суда Медеусского района Алматы. В соответствии с нормами гражданского процесса мы рассмотрим в течение месяца данное гражданское дело. А о сложности данного гражданского дела будем в рамках закона рассматривать данное гражданское дело. И по существу пока я не могу сказать, какое решение будет принято. Следующее слушание по данному делу назначено на 9 апреля. Сама девочка уже выздоровела. Но родители уверяют, что психологическая травма у ребенка осталась на всю жизнь. Малышка отказывается гулять в парке, где произошла трагедия.